С началом нынешнего учебного года фонд самой известной в России сестры Милосердия Екатерины Бакуниной при финансовой поддержке правительства Тверской области и неравнодушных общественников открыл в Тверской школе номер 34 информационно-просветительский центр воспитания и образования. Этот проект направлен на духовно-нравственное воспитание молодежи, прививание традиционных ценностей и формирование гражданских активных личностей. По словам участников и вдохновителей этого проекта, в нынешнее непростое время порой приходится буквально сражаться за современных подростков, растущих в перенасыщенной информационной среде с массой непродуктивных, а порой и опасных искушений. О том, что предлагают школьникам замена воспитания соцсетями, смотрите в следующем сюжете. Как утверждал Великий Достоевский, мир спасет красота, милосердие и любовь. Как сделать эту истину доступной и востребованной среди школьников, чтобы они уже с малых лет начинали свой путь по жизни в правильном направлении. На этот вопрос дали свой ответ организаторы и кураторы информационно-просветительского центра воспитания и образования имени Екатерины Бакуниной, который открылся на базе средней школы номер 34 в Твери. Здесь еще в 2021 году была сформирована дружина сестер «Милосердие». Их деятельность направлена на воспитание молодежи таких понятий и установок, как милосердие, сострадание к ближнему, духовно-нравственное, историческое, гражданское воспитание, подражание жизненным принципам выдающихся подвижников, обучение основам и навыкам оказания первой медицинской помощи. И по словам директора образовательного учреждения Веры Панковой, это начинание оказалось востребованным и получило развитие. Конечно, в этом центре такие беседы, я надеюсь, что через несколько лет они дадут результат, которым мы порадуемся. Создание информационного центра и формирование дружин сестер «Милосердие» стало возможным благодаря многолетней просветительской деятельности фонда Екатерины Бакуниной в школах Твери, Тверской области и некоторых других городах России, когда для учащихся школ проводились лекции и беседы о служении ближнему. Специальные классы в этих учебных заведениях оформлены тематическими репродукциями на тему милосердия, копиями художественных картин и портретов, фотографиями и стендами с высказываниями известных людей. За основу оформления было взято изображение в фотодокументах и картинах служения выдающихся сестер милосердия России XIX века. От первых подвижниц, таких как наша землячка Екатерина Бакунина, до последней сестры милосердия императорской России великой княгини Елизаветы Романовой. В наше время мы часто обращаемся к достойным примерам из прошлого, стремясь найти там опору и пример для подражания, а также основу для возрождения лучших традиций. Об этом, в частности, говорил и директор благотворительного фонда имени Екатерина Бакунина, священник Роман Манилов. В Твери в этом году при поддержке правительства Тверской области родился такой проект, можно сказать, условно, аудитории милосердия, чтобы дети воспитывались на эти, впитывали это в себя со школьной скамьи, она очень важна. Школы, в которых были оформлены классы милосердия, были выбраны не случайно. В школе номер 34 пару лет назад был создан девичий отряд сестер милосердия имени Екатерины Бакунины. Аналогичный отряд действует и в Тургиновском образовательном центре. Воспитанницы этой организации уже не первый год изучают русские традиции благотворительности, деятельности сестер милосердия, особенно в трудные для нашей страны времена и, конечно, жизненный путь подвижницы Екатерины Бакуниной. Екатерина Бакунина переехала в село Казинцы на Тверской области и открыла там свою больницу для крестьян. Меня вдохновила Екатерина Бакунина. Она помогала людям, она не сдавалась и поехала на войну, чтобы помогать раненым людям. Я хотела бы быть чем-то похожей на неё. Этот её благородный поступок является для нас примером. В открытии информационного центра приняли участие депутаты Тверской городской думы, представители управления образования Твери, руководители учебных учреждений, члены городской общественной палаты Тверских землячеств. По мнению депутата Дмитрия Нечаева, нынешние подростки сталкиваются с такими вызовами, которых не было ещё несколько десятилетий назад. Это гигантские объёмы, порой противоречивые информации и динамичные изменения условий жизни в современном обществе, тенденции к разобщению людей. И в таких условиях особенно высок запрос на эмпатию и милосердие со стороны ближнего. Очень важно, чтобы моральные установки формировались у ребят уже с юных лет. Как ответил заместитель начальника управления образования Твери Владимир Маргось, добрые дела должны делаться осознанно, от души. Одно дело — это профессиональная подготовка, а другое дело, когда мы в нашей деятельности приходим к моральным и духовным истокам любой работы. Поэтому я обращаю внимание, как сегодня педалируют этот момент. Участниками дружины милосердия приглашают встать ребята из других тверских школ. И как знать, может быть, среди этих пока ещё совсем юных сестёр милосердия уже есть те, кто делает благотворительность делом своей жизни. А кто-то просто вырастет неравнодушным человеком, готовым прийти на помощь к страждущему. В любом случае, как говорил друг Екатерины Бакуниной, большой русский писатель Лев Толстой, если хочешь поверить в добро, просто начни его делать.